видеть эту майку подарок от моей дочки или ансана похож так ладно так что тоже не первый подарок ну что поехали олег давненько или ты тут не появлялся по-моему редкий гость стал олег олег все в этих шоферный добойщик то сурала позвонишь то еще откуда-то позвонишь вот я все жду ходите директором бревского института назначили какая была бы польза какая была бы позже сразу бы персики пошли абрикосы вы пошли все бы пошло и через его их не пошли бы только бы перестал ты запретил бы и калечить а потом еще выписал бы у меня уже лизова уже будучи директором института выписал бы у меня уже лизова эти же самые косточки и простил косточки вишен сибирских тамбовых чтобы иметь морозостойкость запаса и уже приученные к ним черешни и начал с нуля потому что у них предел на церкви минус 30 пусть это хоть они с бумбаном ходят пусть сколдует пусть священника вызывает пусть этим опрыскивать это святой водой не будут они никогда двигаться на север бесполезно а у тебя подвинулись при этом хочу тут пиши добрый вечер в этом году остался без урожая персиков но я выделяю 5 . подвела зима были ледяные дожди и плюсовые температуры в хорошие вопросы вы не хорошая тема январь февраль затем морозы не зря у нас зона рискованное земление так вот значит аликалевич это значит что ты обнаглел я все время обнаглел несколько лет только смотрел какая-то самая как другие едят мои персики а у меня их не было сейчас ну куда деваться часть по это вся в теплицу часть под снег принять не сам под снег снега у нас как не было так и нет а часть по лету пациенты стекла всех выпад стекла ткань вот куда деваться так что давай тоже это уже уже боюсь отбыл бы персики через пару месяцев через стройку она конечно это всегда так будет что ледяной ветер никто не отменил ледяной дождь никто не отменял так что вот так арсен придется доводом учителю здоровья прошу прощения за отсутствие на двух вебинарах ну что арсен ты же все равно записи смотришь так что все нормально горячихина добрый вечер альдар здравствуйте арсен кастрома персики ваши хасанский отлично перезимовали медленно просыпается верю хороший результат ура 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 все-таки кострома там их тоже по моему и вообще нет перчика кроме моего брата и у вас наверно никого и нету Олег и Жевск всем привет Жемалдинов привет вторая удача так теперь брат кострома всем привет бухтияров ну хоть бы раз пропустил привет из Казахстана слушаю ваза там поток надеюсь вас то не затронуло дома по крышу петрунин всем привет татьяна здравствуйте семел алтай село добрый вечер соратники садов да мы соратники от слова рать да мы соратники александр снегирев тверская область всем доброго времени суток мира добра спасибо александр вот вы еще не расписались ну сами виноваты просто не уйдем так это этот этот гречики на рада за вашу ученицу это рад так привет всем абакан добрый вечер садоводы антон колесник антон я не мог вас забыть и забыл бы на то что вы для больного друга столько сделали у которого болезнь даже язык не пора что назвать какая вот теперь все теперь вы одна особа у меня это счете то есть у теперь друг и ему и мне тоже вот спасибо еще хочу сказать мне сегодня пришла 1000 рублей и там слово помощь но там сами знаете инициалы не знаю кто пришла и кому спасибо сказать кто 5000 присылал недели полторы назад тоже не знаю потому что это ведет как это автоматом вот жалко но спасибо за эту тысячу еще подожду до завтра и отправлю это родственникам нашего друга нашего друга сейчас я по нему кое-что вам расскажу и так далмата валерий александрович него пришла весточка не от него от его родственников сейчас я вам читать почему по прежнему эту деньги пусть понемножечку но идут а тут бах тысяча а на той неделе бах 5000 как они нужны я бы расстрелял тех кто придумал бесплатную медицину жаль мне такой полномочий никто не даст и посмотрел сколько денег на их счетах тех кто там тех кто команды медицины почему такие цены дикие на лекарства почему не хватает пенсии ужас какой это время мы живем сейчас я еще отчитаюсь про пара александрович потому что я и так знаю лучше я буквально продиктую вот его родственники денежка приходит спасибо лежит больнице капали препарат подпитку но как он говорит это все химия кушать самостоятельно не может понедельник хотят на операцию вывести кишечник сделать трубку для питания в основном в больнице есть препараты некоторые просят докупать по крайней мере мы в одном городе в любой момент что нужно я привожу приглашали батюшка провели соборов сейчас пусть еще раз пригласить на причастие говорится с они ухудшаются вылечить не получится сейчас хотя бы протянуть подольше не представляю как бы он без него столько вопросов вы знаете как у всех умирать с это там умирает протянуть бы подольше столько вопросов это такой специалист какой это специалист теряем его вытащить его бы красную книгу кремлевскую в эту больницу вытащить и сказать пока все что ты знаешь не будет на бумаге не будет в книгах не будет в этих самых в интернете вот вы тебя помогли мы тебе не даем умереть а ты оставь людям все что ты знаешь оставь все вот так должно быть ради будущего ради дети ради внуков ведь вы знаете я еще раз пусть я повторюсь пусть я не могу иначе если бы сейчас в каждом саду было по 5 10 абрикосов наносящих почему 5 10 почему не 1 2 чтобы они при любых заморозках все не попадали по заморозок чтобы обязательно каждый год абрикосы были и тогда а кто сказал что у нас было бы я устал хоронить от онкологии устал сколько можно а если в каждом саду они были вот каждого погребе по 100 закаток абрикосов у всех эти сухофрукты у всех эти самые как садик чуть искал соленья варенья вот вы понимаете но не было бы столько онкологии не было бы а там не дают даже этого на всю страну ведь существует что бы вы ни делали господа ученых как бы вы ни старались довести до ума эти сорта у вас не получится никогда потому что вы одновременно калечите деревья я приводил сотни примеров откажитесь калечить деревья они появятся в каждом саду все его умирать то нет если не обрежешь не ничего не зарежешь она она оказывается только определяет свою жизнь это опять уже не могу это все мне кто мне на это самое на веру антон колесников добрый вечер да не лайн я приезжал в гости за тенками мне попалась химеров и а когда это вы приезжали до него вы где живете не помню не попалась химеров и очень необычно между узи и посек привал на мазурса позже будем посмотреть даниил а вы настоящий садовод настоящий вы будете посмотреть вот почему у меня связано десяток тюрьков хомера фаины вы думаете кроме вас хоть один взял а один по моему на всю страну но ведь это сочетание морозостойкости и качеств родительского дерева фаины манчжурис морозостойкость фаина качество и вы же не одну прививку сделаете вы меня растрогали до него вот я значит в этом году приехал не больше двух человек это на всю страну когда 40 лет назад 30 лет назад я привозил с украины я прятал их уже когда особенно когда мы разделились с украины пополам разделились я договаривался с подавчицей нет ни то слово проводнице договаривался я платил и она мои черенки прятала у себя я привозил и только двоим троим позвонил и весь город знал железов привез черенки с украины вот это было да а сейчас один приехал с абакана второй уже не помню откуда кажется они вырез этого самого сабазы а второй сабазы все это на всю страну и сам смотрите добрый вечер николаевич привет мере добра слива свиньера сока желанной абрикосе сильно мощно выросла следующий не проснул а я порассказал про неё на абрикосе вот и вас не проснулась эффект мощность свиньера на абрикосе но как груш на яблони не живучая просто не просыпается весной возможно сок абрикоса не подходит сок яблони подходит груши все правильно говорите а давайте дочитаю наоборот яблони на груши несколько эксперимента несколько экспериментальных живые всего три года идет эксперимент я привал грушу культурная на дикие яблони сто процентов мертвых а привел 100 штук вот зато зато это отрицательный результат может быть а теперь главное значит я как и вы начал и закончил одним поколением идея продать жизнь не давая умереть выращивать следующие поколения брать не кусочки нет я умудрял свои плоды получать а черенки с этого же дерева еще живого и снова выращивать и снова и у меня не получилось не было ни сил ни времени еще раз говорю два садика я работаю по триста по три тысячи я получаю по полставки это в то время и все вот и какой хрен удержать я вам показывал эти же это же как и у вас сувенир востока и вас не получилось у меня не получилось не было ни сил ни времени а потерян год два три она не сразу умирали не в один год кто должен был продать сейчас разбежать так данила будем работать с химерами только вы написали все таки откуда вы в оба совсем добрый вечер серафим посаженный костюм в этом году порадовал первым все таки да смотрите и так 21 посадили на свете на четвертый год у вас зацвел серафим ну рановато но как правило первоцвет скорее всего вас ничего не будет этого плода но бывает исключение я очень буду рад если вас не на пятый как полоха на четвертый год зацветет людей пугает это ой я скосочек выращивать не буду я нибудь собираю ждать 10 лет на пятый год в среднем не может быть вот так у вас на четвертый ольга здравствуйте осталось несколько черенков груш от вас мало подвоя на расчет 4 сварога тоже ваши семечек им по 2 года вопрос такой можно ли привить на сварог культурные груши так скажем на передержку на 1 2 года не можно а нужно я сварог пропагандирую именно как по двое так что вы так сказать на лапса и зверь бежит обязательно привите на сварог вот да можно получить от него плоды но дело в том что у вас они идут семечек а сварога один из родителей уссурийская дикая груша вероятно что она будет не вкусная осень велика а как по двое великолепно и почему сварог для меня полу культурка это где-то шедевр по принципу сладкие морковки не ели и там сварог шедевр а у меня это обычная полу культурка это два сорта один французский другой дикой уссурийская груша поэтому если семечек то только на вырастили саженцы да только на них и прививать у вас все совпадает обязательно привить у вас лишние шикарные черенки прививайте так тем более вы пишете от вас тем более сергей александрович здравствуйте и вам здравствуйте с кугорева в реке ситуации из ваших абрикосов кости которые были подписаны артем плюс дальше не помню в россии без пересадки кустики сто семь сантиметров я на них вижу цветочные почки 20 степенью распускания школьный сад подрастает вкусный погодой результат до школа номер 70 это это темерово облачный центр я такое не забываю и еще продолжая скуль в двадцать втором году не взошло несколько косточек я их выкопала положила и не лень было на улице в баночку они пролежали все лето двадцать второго года осень я их выбросила в саду присыпая землю к моему удивлению несколько абрикосов зашло в этом году не знаю двадцать третьего года это тоже учила теперь надо будет пересадить на постоянное место к земле они зиму пережили благополучно но у вас есть перемен пора посадить потом не взошли потом в баночку потом выбросить спасибо это моя лучшая ученица знакомьтесь кемеровской области вот и так далее это хороший добрый смех так медленно уже кстати схожесть косточек семечек и косточек в районе 25 процентов ух ты и думай они знают то чего неизвестно нам так как светочные почки на косточках не распустились весной то есть вызове связывайте что у вас была аномальная зима вы остались без выражая зато всхожесть косточек семечек от 100 процентов это может быть эти я не говорю конкретно что вы правы и правы и так по мне палата на 6 занято помните я прокурор палате на 6 помните да а вот она слима для садовода есть палата номер 7 но туда не очень хочется поэтому я не говорю что вы правы не про есть связь между допустим аномальные зимой и схожестью семечек 95 процентов может есть может нет но я что заметил лежат себе погреба кирпичный погреб холодина значит под потолком лед то есть это бетонная крыша бетон я делал кирпичный а сверху залил бетоном то есть горизонтальная крыша бетона и вот в верхней части изморозь то есть минус изморозь и прямо аж лед на бетоне так и друг ранние весна погреб это все нотите это и он и не думает айтет спой ранние весна и и смотрю у меня зашли косточки абрикосы которые должны ну рядом же минус вот рядом то есть стоит коробка да рука полная песка и там тысячи для кости полезли вот так полной темноте при температуре 0 я думаю господи а ведь на улице же ранние весна март месяц на улице плюс 20 было же такое как один год и они полезли знают чувствуют а может быть даже наше настроение чувствует вот так идем дальше так олег изжавский великолепный вебинар спасибо огромное а это скажите тех кто говорит вред как силы мере у меня осталось памяти несколько этих вот я забыл брат про кого против бери про меня написали 70 прожил а ума не нажил а выглядите великолепно палата на всем пустует вчера первый раз сделала прививку разошлась на прививала на рябину и грушу муж мусульман и скажешь что это грех большой давайте разбираться насчет греха он-то прав и так и на дубровина значит вы я не знаю что вы привили на рябину на рябину давайте разберемся я не могу такие вещи оставлять уже грех давайте разбираться и так раз речь идет про рябину как правило на рябину приводит грушу я на черноплодную рябину привил грушу получил такое дерьмо извините по вкусу с тех пор к рябине не подхожу как подвою яблоню на яблони привал грушу получал приличные плоды и приличный вкус грушу до яблони вот и вас напоминаете грушу да теперь на счет мужа мусульмана как сделать так что но он наверно хороший мусульман он на вас пожурил сказал что грех но извините вы поймите правильно это очень важный вопрос то что это грех не грех но я скажу издаля и так значит один из трех важнейших правил который называется но только сейчас прошу православный праздник благовещение да вот я у меня накануне целый день балаломка я знаю что завтра нельзя работать оздоровление всех позвонила мне жутко а я это и самый последний момент вспомнил что меня в греко-католической церкви то крестили а у греха католиков это вообще не это и не грех в этот день работать это просто обычный день и давай я 123 сделал если бы мне хватило бы терпения но не хватает именно пометить эти прививки сделанные в этот день а допустим они все мертвые тогда грех а а если они все живые тогда не грех я отмазку нашел я грех и который поэтому меня никто меня у младенца спрашивал кем ты хочешь быть а по духу я православный но я схитрил схитрил не порезал не порезался во время прививок не порадился все вроде прошло нормально и уехал домой вернулся вот когда я ехал за лесорубом не было намечено 15 мощных абрикосов абсолютно живых участников рекордного урожая вот этого когда вот я вам показываю вы видите что я вам показываю фильм снимаю и там вот таким с плохим слоем до сих пор косточки лежат я же их не высевал не брался своих банок и чтобы показать вам это что я все это выдумаю косточки все прогрызенные мышами их тысячи лежат так а я же эти деревья ехал спиливать я ехал через это самое там по запасной дороге потому что надо было сразу попасть мимо церкви и кстати ехать на двойной церкви и забрать своего друга лесоруба вот выезжая с боковой дороги машина не стяжая скорости поэтому перекрывать на дорогу я в нее влезаюсь оказался хороший знакомый извинялся подъехал комиссар по этим чрезвычайным делам вот фотографировал сказал все понятно вы не виноваты я не виноват я не доехал до лесоруба который должен был спилить 15 вот таких вот абрикосов я счел что это знак вот все больше я не резал дальше боялся просто сейчас боюсь эти уцелели то есть я должен вообще вычистить этот участок ну куда мне их солить и сейчас 100 банок 3-х литровых воду холодильник забитые погребы лежат 100 банок вот там это значит там не меньше 100 тысяч куст и зачем мне эти деревья место занимает но бог то не дал значит завтра мне позвонят стиль резюки скажет мы покупаем вас и куски нам надоело что у нас эти сами признали что их абрикосы не плодоносит сами может быть кто-то не только мне запретиться машина ударил 26000 выбросил денег но еще может быть ну правда вернули 22 все равно в убытке вот потому что я не виноват но тем не менее я расселил как знак ну а это же кто устроил этого весь это с неба было свыше он может подсказать кому-то заберите еще год и железом 100 100 банок выброси если в этом году у меня будет нормальный урожай все сначала ты их выброшу уже буквально тогда через это через меньше всего год есть бог нет бога как этот говорил одни верят что есть другие верят что нет вот так вот дальше идем значит а про мусульмане не все сказал с точки зрения мусульман и с точки зрения даже православных вот я считаю кто-то ссылался на библию я не знаю откуда библия неужели то время привали не привали но не было что ссылались кто-то на не на библию ссылался именно на иудейскую эту священную книгу и иудейскую подчеркиваю что там якобы из запрет на прививке но я даже не об этом я рассуждаю логически дерево нормально плодоносит но она нормально плодоносит на своей исторической родине и на своей исторической родине она прекрасно его чувствует и мы оттуда покупаем но там возникла проблема вот им они есть совершают грех это действительно или даже много плодов на мелких или специальная обрезка специальная обрезка приводит к болезням болезни приводит к насекомым и к этим самым не только к насекомым но и как они считают грибные болезни и считают хоть это неправда но тем не менее считают не считают но происходит 40 раз за лет и привозят к нам на север отравленные плоды а так чтобы они ни этого не делали но никто вот такие вот такие помните пример с этим спирт шафрадом или сердце яблоко кто его купит а и тогда получается что они сами совершают грех уже они халечат деревья теперь если мы берем двух половинок составляем дерево вот так есть по двое это корни плюс небольшой и большая штабик а вся крона приводит это дерево из двух половинок ладость и теку бывает пришлют волосе все пришивают песни пришивают пульски часто пришивают вот никто не говорится грех а попробуйте всех из двух половинок хотя бы голову пришить от другого а вот уже действительно непонятно что а дерево привито как раз из двух половинок можно веточку привить это получится как причинку пушку пришить просто ветку а когда целиком вся крона это даже получается еще хуже я говорю грех это когда конечно дерево чтобы потом прескать его только чтобы были калиброванные красивые яблоки и присылает там отраву когда мы из двух половинок составляем это действительно страшный грех но у нас нет выбора или мы едим отраву или моем саду не капли яду так это же самое сейчас еще раз покажу не поленюсь вот ни капли яду и вот эти деревья это получается грех долго дело оправданный грех или не оправданный можем ли мы оправдать но надо кормить детей смотрите мы берем перекорезанный геном это яблоко это яблоко сейчас минуточку вот это яблоко это яблоко вот смотрите самое интересное начинается я вам показывал это очень длинный разговор но ворхней не бывает итак я вам цитировал несколько вебинаров назад письмо где человек явно ученый вот написал прививаем берем под бой на него привели привой то есть под мой понятно какие прямой понятно вот такие да и вот под мой остается сам по себе а привой сам по себе помните длинная толковая научная статья понятно вот зачем напрягаться вот и тогда получился подой сам по себе привык сам приду что-то на подвольную разостойкость не замерзает у них окончится поэтому и тогда получается никакого греха нет поняли вот как было вот этот вот я как было так есть туда пусть с точки зрения науки официально нет никакого греха почему не произошло ломки генома не появился новый фенотип вот это для меня новый фенотип а он по их нему не произошел она то думает что она такое было два раза мельче то есть человек не разобравшись тогда получается распространял рог перекореживая привой он стал таким но он стал почему-то слаще но он стал почему-то крупнее вот красивее считать это грехом или не считать грехом давайте вернемся к детям дети у наших детей я недавно я сейчас еще помогаю одной девочки у нее постоянно недоедание понимать я вам говорю железу у нее постоянное недоедание как им признали когда врачи обследовали дефицит мышечной массы вот этот вот блять полуголодное состояние у ребенка который будет долго жрать нечего они назвали так дефицит мышечной массы вместо того сказать голодает а я каждый раз деньги высылаю после этого каждый день вот это действительно так а теперь возьмем вот таких детей или грех грех значит как вот я вашему мужу мусульманин объясняю смотрите пытаясь объяснить он поймет я уверен нам северянам а может мусульмане ну извините миллионы мусульман живут средняя полоса это мусульмане средняя полоса хрен у вас эти же самые абрикосы это скорее вот это то что вы видите это скорее исключение из правил это исключение из правил а пока не масса явления и вот что получается и так прерывать нельзя это грех остаются варианты или ребенок вообще не есть а у него детей которых я знаю я курирую добрых десяток детей ну как помогаю просто помогаю потому что они не знают слова папа у никто же самый вечно не этот самый дефицит массы и так далее и вот эти дети у них два варианта или вообще без фруктов а сейчас все таки бывает или отрава и тогда я железо извините разволновался предлагает третьего пусть будет искореженный геном пусть они будут один год вот такие вот вот они отравлены других нет средней полосе абрикосы персики сливы есть не будут все но у них в посыпаться зубы что от этого хорошего тогда отрава а мы не поэтому я не успеваю хранить свои друзья от онкологии а я рассказал про моего друга вот замечательный человек он появился не буду называть это знаете я на каждом городе появились февралы вот он константинович пойдем мы с тобой пойдем мы с тобой значит это уходи с нами мы ходим в эту фирму она сейчас есть этом в большом микро-районе сейчас не буду называть как называется вот и там строго он бросил это не только он последний уже пиво пил и пиво пить бросил замечательно и и кормили всякой этими бадами именно бадами кормили 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 на моих глазах прошло ли наше а сейчас пойдем ты будешь такой же здоровый как я вот недавно было 40 лет ой 40 дней поняли онкология вот докормили так вот все таки три варианта есть отраву я не могу иначе я хочу вашему жилу сына не убедить если то вообще не есть чтобы сыпали зубы на севере люди умирали огромная обилие это я сам знаю я был охотником паралене стрелял на выбор идет табу нищих тысячу штук значит зайцев давил петлями делать было еще скуки добычей его каропаток стрелял вот пиццов ловил эти указал когда люди пришли на север они же обилие рыба были мясо они умирали от семьи умирали что остается дети берем все-таки согласитесь на вариант значит что пусть даже искали за вечером и геном но и за вечер вот он увечен и геном нет альтернатива других вариантов нет никто где-то говорили во франции червивые яблоки пять раз дороже чем не червивые которые обрабатывали те же 40 раз уж поди миллиардеры миллионеры сами себя это умудрялись сами себя это какие-то фермы особая да как вы думаете вот пожалуйста ладно надо будет скоро заканчивать я разволновался опять потому что мусульманин он прав был бы это грех великий но из трех грехов это отраву есть вообще не есть фрукты и раз они отравлены или все-таки свои но не вот они вот они вот они вот они ведь если бы не было этой фотографии я бы заткнулся бы и ни разу вы про меня не услышали понимаете ни разу нету отрава нету я железу клянусь богом нету отрава вот тут я точно христианин стал бы я краса богом знаю что завтра у меня это что-нибудь садом случится я такой же как вы мнительный вот я такой же этот как он называется когда человек вообще скажу ну когда кошка перебегает сейчас я хотел анекдотом закончить слово-слово-слово жалко тут целый анекдот пропал то что слова не могу запомнить давайте заканчивать только мы были не тут нет не тут вышел оттуда как теперь вернуться а вот